За выступлением Тагира Хайбулаева с волнением следили в Самаре. Здесь живут родители чемпиона, тут же находится его родная школа Олимпийского резерва. Наш корреспондент Андрей Волков вместе с тренерами, коллегами и близкими Хайбулаева стал свидетелем успеха российского дзюдоиста. Все самарцы болеть за Тагира! Ура! В Самаре плюс 34. Скромный вентилятор разогнать духоту не в силах. Но эту тесную учительскую школу Олимпийского резерва никто не покидает. Тренеры, спортсмены, педагоги школы болеют за своего ученика и коллегу Тагира Хайбулаева. Я что-то понимаю спокойно. Потому что мы перед отъездом, когда я на Мир вновь езжал, и сейчас я говорю, у тебя все есть. Все. Не теряй консервис. Собранность и все. Николай Петров еще 28 лет назад мог стать тренером Олимпийского чемпиона. Но его ученик, лучший дзюдоист мира на тот момент Хабиль Бекташев, на Олимпиаду не поехал. Тогда игры в Лос-Анджелесе прошли без советских спортсменов. Когда призеры Олимпийских игр были, я их за 6 секунд выигрывал. Но Бог не дал стать Олимпийским призером. И все равно, что сейчас будем унывать? Будем ждать все-таки удач. Тагир, Самарский, школа, наши, Динамские, все равно покажут одного олимпийца, я думаю. Здесь болеют только знатоки. Они знают и чувствуют все тонкости борьбы. Самый сложный поединок полуфинальный. Все помнят, немецкому спортсмену Тагир на чемпионате Европы проиграл. И потому со всех сторон советы тренеров и знатоков. И начинает казаться, что в Лондоне самарские спортсмены их слышат. Тагир, вот чай, бросай. Бросай, бросай. Шанс, шанс. Выходы эти вот. Шанс. Финал оказался неожиданно коротким. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь теперь мечтают о золоте в Рио-де-Жанейро. Ведь на одном татаме с чемпионом Лондона тренируется чемпион среди юношей Саша Григорьев. Он сегодня тоже болел за своего старшего товарища. Я попытаюсь обравдать надежды из Тагир. Также бы хотел, чтобы мои друзья радовались за меня. Будем работать. Сразу после победы все отправляются к родителям чемпиона. Они смотрели поединки дома одни. Такая примета. И еще одна примета. Отец Тагира не брился с начала Олимпиады. И ведь помогло. Просто такая, ну не поверю, я так решил, думаю, не буду Олимпиаду, пока Тагир борется. Ну, завтра, наверное, уже поброюсь. Я безмерно рад, действительно рад. Была у нас цель там. Европу выиграет, мир выиграет. И Олимпийские игры выиграет. Ну, достигли все три цели. На высшую ступень пенестала почета поднимается Тагир Хайбулаев. Ура! Награждение смотрят все вместе. Гимн России слушают стоя. И вот теперь вся Самара будет знать, что вот в этом скромном спортзале, в самом центре тихого старого города, начался путь к Олимпийской вершине дзюдоиста Тагира Хайбулаева. Андрей Волков, Дмитрий Черкасов, Александр Баженов, Вести, Самара.